всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня мы начинаем тестировать новиночки второго каталога faberlic и так поехали я только из душа попробовала гель для душа новинка линейки стора до мора артикул 3373 что хочу сказать пенится классно мы лица смывается все здорово все замечательно мне так понравилась а душка она такая люксовая вот она немножко не так как из флакона она на мочалке на теле раскрывается по-другому вообще вот не так как из флакона и мне так понравилось мне так захотелось парфюм с таким ароматом прям вообще вот я бы с удовольствием взяла даже если не стойкий бы был поэтому классный на подарок не стыдно как бы и вообще супер сейчас мы с вами будем делать красный перец разогревающую масочку вместе артикул 3380 я помыла волосы очищающим шампунем вот этим вот черным с углем эксперт 1884 волосы очень сухие прям аж спутались под ним промыла хорошо кожу головы хорошо промыла волосы и собственно говоря начинаем у нас здесь на 15-20 минут или на 5-15 написано нанести я уже вам говорила в обзоре заказа что пахнет она прям вот перцем перцем как будто режешь перец чили или вот такой вот зеленый вот сочный перец на 5-15 минут можно надеть шапку сверху полотенце я так делать не буду потому что у меня почему такое ощущение что она будет печь сильно с чем будем сравнивать здесь фольга была вот такого она бежевого цвета будем сравнивать с маской разогревающей из линейки эксперт она действительно очень круто печет очень круто я также ее применяю после мытья головы на мокрые волосы на влажные то есть на влажную кожу головы и там маска экспертов ска у меня печет на полчаса точно и потом я иду смывать и у нее еще крутые ухаживающие свойства то есть по длине волос становится гладким без утяжеления мягким то есть все разглаживается распрямляется вот этот момент тоже в этой маске хочется протестировать так ну что поехали вот волосы такие спутанные видите после очищающего шампуня но это обязательная процедура для чистоты волос и для здоровья и красоты так начинаем мне кажется у кого аллергическая реакция частенько бывает на подобные продукты или в принципе можно протестировать сначала на участке кожи я нанесу сначала на корни ой слушайте вот сейчас тактильно волосики под масочкой прямо разглаживаются потому что ну как бы есть продукты которые тоже хорошо пекут хорошо жгут да много их сейчас на рынке но они не ухаживают за волосами то есть потом окраску потом нужно что-то питательное а вот маска эксперт в этом плане меня кроме могут очень устраивало потому что она в то же время еще ухаживала за волосиками очень классно массируем аромат такой перец перец прям натуральный даже вот когда я брала перцовую настойку в аптеке она так не пахнет вот тут прям вот как будто перчик режешь вдыхаешь его аромат очень прикольно пока еще не печетничку везде как следует наносим массажируем написано что и по длине тоже нужно наносить поэтому сейчас кончики тоже затронем линия роста волос здесь тоже нужно проходить потому что вот допустим кто склонен к облысине я вроде не склона и как раз вот линия роста волос с нее это облысение часто и начинается поэтому мы здесь проходим тоже виски и лоб как следует пусть там тоже печет фолликулы пробуждаются так и по длине я прям на руку беру расчесывать прочесывать волос конечно же я не буду я их никогда мокрыми не травмирую принципе расход небольшой вы знаете небольшой она вот как-то под руками скользит она скользит под руками хорошо и за счет этого расход небольшой если допустим взять вот там если допустим взять вот там маски ботаника или еще какие-то у них большой расход салонки я даже маски потому что не скользят так волосики после них здесь скользит я думаю что вот они у меня разгладились все они были очень сухие после шампуня эксперт они были прям очень сухие хорошему надо их сейчас чем-нибудь завязать у меня тут никакой резиночки нет но закрутила такую долю и начала печь и печь на чего прям очень хорошо вот сколько я из расходовала в принципе немного такой банки применений на 7 хватит то есть это нормально месяца но не месяца на 2 смотри как часто использовать я два-три раза в неделю и средства не использую как написано на своем в инструкции я где-то раз в неделю то есть мне на два месяца такой банки хватит на полтора точно красный перец мощнейший природный стимулятор рост хорошо печет девочки очень хорошо и аромат такой вокруг витает что такое ощущение что лето и режешь вот салатик какой-то зеленым перцем известны своими разогревающими это понятно усилению кровообращения вообще эти вещи очень нужны особенно для возрастных волос для возрастной кожи фолликулы которые сидят нас под кожей головы они засыпают заразы напудить здесь еще масло устьмы чудодейственный ингредиент для улучшения состояния волос укрепления разогревающая маска устро ускоряет рост густых и сильных волос способствует уменьшению выпадения у на ну как так ну и все буду ходить сейчас посмотрю сейчас пока сделаю масочку еще вот это вот коллагеном кто не видел покажу как она делается 1384 потому что есть особенности наложения наложение на лицо очень много сыворотки напрям течет мы ее своими разворачиваем очень люблю эту маску прям понравилось мне снимаем любой в принципе я думаю бумажный белый слой вот этим кстати бумажным белым слоем можно все тело напитать потому что с него аж течет можно взять прям и пройтись по ножкам по ручкам одеваем на лицо синие страной внутрь вот так и уже можно в принципе снимать верхний слой даже не с ним разглаживать маску совсем не нравится только вот поддеть нужно где-то это тоже не очень удобного по делу все можно прям вот так пройтись даже сыворотки очень-очень много маски прям вот очень декольте и так далее голову не волосы падают сейчас как на шею попадут и буду все гореть и вот без все всех этих приблуд расправляем уже она так лучше поддается расправлению нос такой длинный вот красота страшная сила вот так чтобы она гладенькая прям было расправляем и хоть классная масочка прям мне нравится от нее эффект супер вот тут сейчас подрежу еще ножничками возле носа так ну и все супер люблю такие уходовые дни когда можно поделать не спеша все процедуры прям замечательно ну что прошло уже минут 20 печет все еще но все терпимо в принципе печет так же как маска эксперт то есть достаточно сильно мощно прям тепло такое ого-го но терпимо то есть нигде прям не дерет аж тогда боли там но очень печет и не перестает я думаю будет долго еще петь будем будем все с вами снимать и смывать масочку поносила все красота то как мне нравится от нее эффект супер ну что смыла что хочу сказать ухаживающий эффект такой же точно как у маски эксперт то есть волосики разгладились волосики гладкие я думаю что ведь буду ничего больше наносить с учетом того как я пересушила шампунем эксперт они прям реально были мочалка здесь они все разгладились то есть все отлично гладенькие нормальные распутанные волосы все отлично то есть по всей длине имеет смысл ее наносить работает круто точно так же как маска эксперт с красным крестиком мне очень понравилось печет до сих пор да несмотря на то что смыли печет до сих пор у меня волосы будут сохнуть естественным путем и потом вам расскажу сегодня попозже или завтра покажу как они выглядят редко сушусь феном маска классная зачет ничего плохого сказать не могу прям рекомендую кстати что хотела еще сказать сейчас при смывании маски достаточно большое количество волос выпало и это нормально просто некоторые может не знают там и пугаются это абсолютно нормально когда мы с вами вот если я помыла шампунем эксперт волосы они все запутались и те волоски которые выпали они остаются в пекучи потому что волос не разглажены и то есть вы не видите то есть вы этого не видите просто как волосы выпадают а когда они разглаживаются плюс еще маска с перцем они разглаживаются они естественно выпадают после любой питательной маски я такой эффект лично себя вижу не надо это нормально обновляются выпадают но будет другие фолликулы и волос будет все равно по факту больше вот так на этом все потом попозже волосики покажу так ну что теперь макияж сразу скажу по маске маска огонь маска мне безумно понравилась по своим ухаживающим свойствам по длине потому что она не утяжеляет волосы остаются рассыпчатые живые высохли естественным путем очень красиво лежали а при корневого утяжеления никакого нет вот отлично в общем маска супер берите обязательно так дальше сейчас на моих волосах вы можете наблюдать эффект действия вот этого вот продукта гель для усиления завитка 0998 на мокрые волосы наношу гель вот так вот жамкую и получается у нас сами вот такая вот укладка с учетом того что мои волосы абсолютно прямые и совсем не вьются мне иногда хочется вот такого вот беспорядочного чего-то на волосах и я люблю вот именно для этого использовать этот гель мне очень нравится поэтому присмотреть кто любит вот такие вот укладочки волос в геле он становится потом жестким то есть вот тактильный он жесткий но в то же время блестящий и получается такая интересная укладка можно поиграться можно где-то там подначесать можно локом если куда-то завился не туда взять мокрыми ручками и завить его туда куда надо но в целом вот я просто помыла волосы нанесла на ручки этот гель и вот так вот все пожарку и вот такая укладочка где-то где пушится можно еще нанести очень мне нравится классно я люблю вот так иногда так теперь макияж у нас с вами палетка надо попробовать пятьдесят пять девятьсот шестьдесят девять везде не лимитка поэтому кто ее хочет берите сразу успевать если счастливы не разберут конечно потому что я думаю что это лимитка ну я ее запаковала обратно а теперь приндастанье сейчас будем делать с вами пеш хочу еще попробовать одну фишку корейскую сейчас очень надо подвести так нижний век я уже пробовала но что-то мне кажется как-то не так так я вам обязательно просвочу при естественном освещении все оттенки выглядит она вот таким образом здесь много оттенков которых сиреневый потон сиреневый потон но есть очень красивые носибельные совершенно не броские повседневные оттеночки например вот этот вот этот вот этот да и вот этот да и вот она такая узнаете универсальная достаточно будем с вами что-нибудь блесками делать обязательно здесь оттенки перекликаются с палеткой недавно не новинкой большой да они мне кажется практически все такие же за исключением вот этих оттенков двух там в палетке нет и не было вот этого белого хайлайтера это блески которые вот нам как раз сейчас пригодятся так что мы будем делать какой оттенок а подложку использовать дваki лака здесь сердечко выступает смотрите вот этот оттенок и белый если вы видно тут выступает сердечком утром только в двух оттенках очень интересно так давайте как подложку будем использовать с вами ну для начала вот этот выдrust prime это бежевый оттенок светленький прям совсем буду набирать большой тапа пушистой кистью и исключительно как подложку его использовать на верхние и на нижние века Палетка плитов Но это не критично Я вам обязательно вечером покажу, как продержится макияж Пойдем сегодня гулять У нас снег, как раз такой затес будет хороший Вот такой, смотрите, нейтральный оттенок Который практически не видно Я его не вижу, а уж вам на камеру подавно Не будет его видно Просто как подушечку, чтобы тени ложились ровнее Все, нанесла и на верхнее, и на нижнее веко Дальше какой оттенок Давайте вот этот, что ли Он, кстати, с блестками Он такой интересный, с блестками Где вот сердечко выступает Как раз хочу его попробовать Он такой с сиреневым бантоном А блестки у этого оттенка Они розовые Мне розовые тени идут Поэтому я смело наношу Кистью он тоже очень незаметный Деликатный, но в то же время Я вам покажу при естественном освещении Макияж сейчас не очень видно При таком свете вообще, что происходит у меня на глазах Но он красивый Блесток немного, они в глаза не бросаются То есть тоже, в принципе, достаточно повседневный оттенок Если мы будем наносить пальчиком Давайте попробуем с вами Пальчиком Можно, конечно, такие оттенки мокрым способом Вот он на пальце Вот уже по насыщеннее Уже получается прям по насыщеннее пальчиком Пушистой кистью практически Чуть-чуть осыпаются тени, но это ничего страшного Но вот сейчас вот уже и более-менее видно Так, второе веко Ну вот уже видно, что есть тени на глазах Когда красивый очень оттенок И не сказать, что он какой-то сиреневый Камеровый, в принципе, правильно передает Он такой теплый И много к каким глазкам подойдет Мне кажется, и синим, и зеленым подойдет Я беру тонику такую вот кисточку И этот же оттеночек я буду наносить на нижнее веко Вот так Легонечко Подчеркиваю его И на второе Глазки уже, в принципе, выглядят завершенными Уже симпатичный такой повседневный макияж Но это не все Сейчас мы с вами возьмем вот этот Розовое золотое, я бы его назвала оттеночек Пальцем И нанесем На середину подвижного века Это делается для того, чтобы взгляд был моложе Это как раз вот корейские приемы уже пошли Я так люблю давно делать жидкими тенями фаберлик Этот оттенок не очень яркий Но в то же время Придаст свечению взгляда Немножко воткроет Вот прямо на серединку И чуть повыше на неподвижное заходя То есть мы придаем блеск не всему веку А именно посерединке Глазик так смотрится Более открытым Более молодым Вот Отлично Мы больше кисточкой сюда даже не полезем Все, завершаем пальцами Хочется добавить все время Я бы взяла вот для этой цели Я бы взяла сейчас лучше жидкие тени фаберлика Но видно, да? Видно все равно блеск Вот так исключительно на серединку Немножко заходя на неподвижное веко Прямо как полосочкой Вот так Дальше у нас с вами корейский прием Корейский прием Мне кажется, здесь ни один оттенок не подойдет Но мы все равно с вами попробуем Я взяла с собой жидкие тени Фаберлик, самый светлый оттенок Мой любимый для этих целей Но, во-первых, нам надо с вами все равно В любом случае попробовать Как работает вот этот оттенок Светлый, беленький Как хайлайтер Он достаточно, кстати, яркий И высоко пигментированный На внутренний уголок глаза я его нанесу Слушайте, ну нормально Ярко Ярко даже Подтушевываю Ярко Видно Видите, сразу вот Глазки становятся моложе Вот с таким приемом Не видно, отлично видно Сейчас я буду пробовать его нанести По принципу Торейского макияжа глаз На нижнее веко Я взяла вот такую кисточку для бровей Для этой цели Но если получится, то получится Не получится, значит возьму Жидкие тени Что мы делаем? Мы с вами вот сначала нанесли темный оттенок Потом чуть ниже темного Посерединке глаза Так же, как и вверху практически Посерединке Не, не получится Линию нарисовать нам нужно Не получится Поэтому я беру Жидкие тени Фаберлик Оттенок 5783 Самый светлый Убираю излишки Можно в принципе Вот эту же кисть Наверное лучше взять Потому что нам нужна Тоненькая полосочка Для открытия взгляда Вот этой вот кистью Для бровей Я этот оттенок набираю Смотрим Смотрим Вот так Проводим Видите, вот такую небольшую полосочку Видите? Чуть-чуть вперед Вот так Вот вы видите разницу Между этим и этим глазом Понимаете В чем заключается этот прием Во-первых Этот глаз Больше Он красивее Он моложе Второй глаз То же самое Смотрите Можно немножко Подтушевать Потому что Эти тени Они застаривают Быстро с ними Можно переборщить Надо прям вот Совсем немножечко Так Сравниваем глазки Немножечко сюда Очень интересный прием Но это еще не все Теперь Нам нужно Под этой светлой полосой Провести Такую же темную Мне нравится Безумно этот прием Если честно Мне кажется Он любым глазкам Должен подойти Темную 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 Какой оттенок Мы с вами возьмем Давайте попробуем Самый темный Вот этот Если что Растушуем Этой же кистью Я еще свитерла Салфеткой Так Так же полосочку Проводим Сильно Сейчас будем Душевать Мне кажется Можно и не проводить Кажется Можно было бы Закончить Вот На светлом оттенке Финиш Так Сейчас мы это дело С вами все Растушуем Такой вот Кисточкой Чтобы у нас не бросалось Это Глаза Как финиш Почему это корейский прием Почему они так делают Потому что У них же гусенькие глазки Они хотят их увеличить Нет Вот мне все равно нравится Когда было без Вот этой темной полосы Надо ее немножко Нам с вами Замазать Как-то Растушевать Убрать Ну вот так Убрала На этом я кстати Не убирала Нормально Я взяла Те на которые Мы верхний век Своим Подводили Можно попробовать Им Прям слегка Вот все Мне кажется Достаточно Вполне себе Что осталось Теперь нам Осталось Нанести Просвочиваем Палетку И все покажу Вот смотрите Когда появилась тушь То что мы с вами сделали На нижнем веке Уже смотрится Не так броско То есть В принципе Освежать Молодец Мне очень нравится Этот прием Что у меня за тушь Много вопросов Я сейчас пользуюсь Только Лореаль Вот такой вот Зелененький На рандеву беру Volume Million Lashes Потому что Показываю все равно Распаковки Показываю Как я и крашусь Все равно спрашиваю Ну смотрите Какой интересный прием Мне нравится Вот какие глазки Да Становятся Сразу светятся Вот именно Вот этот вот Блестящий оттенок Чтобы он был Стойким Весь день Конечно Я советую Для этой цели Именно вот эти тени Использовать Потому что Они не смываемые И даже снег Я думаю Их не сможет смыть А по стойкости Остальных оттенков Мы с вами посмотрим Вечером Я все обязательно покажу А вы пишите Как вам такой прием Мне нравится Смотрите Мои хорошие Начинала сводчить С вот этого Первого оттенка Первый ряд Второй ряд С первого Последний И третий ряд Вот как палетка Выглядит при естественном Освещении Камера передает Все верно И собственно говоря Сводча Вот они Вот первый оттеночек Самый Все верно Камера тоже передает Вот он беленький Посерединке Видите И вот последний Вот этот вот такой Сиреневатый Я думаю Он у меня вообще Не будет в ходу Все остальные Очень носибельные Оттеночки Очень красивые Вот так Выглядит Ну и макияж При естественном Освещении Смотрите И вот этот вот Эффект под глазками У красоты Я стою Умываюсь И понимаю Что забыла Вам показать Стойкость макияжа Прям вот С диском Уже такая Боже Я же девочка Мне показала Придется вам поверить Мне на слово Что макияж Продержался Гуляли Мы в снег То есть Снег лепил Прямо Мама не горюй Его было много Макияж Продержался Действительно Целый день Все отлично Тени Не скатались В складку века Не запали У меня никакой Специальной подложки Не было Как бы кушон И стонут На лице Как всегда И все Вот Нормальная палетка Нормальная Имеет место быть Хорошая палетка Все замечательно Ничего плохого Не могу сказать Не скатались Немножечко Может быть Слегка Как-то цвет стал По приглушению То есть Века съела Оттенок Прям вот совсем Чуть-чуть Но в целом Достаточно достойно Так Ну и на этом все Мои хорошие Ссылочка для регистрации Как всегда Под видео Надеюсь вам было Полезно Интересно Всех люблю Целую Всем пока Пока